Бессвязная речь или дрожь в руках – основные симптомы инсульта. В Якутске продолжается неделя борьбы с этой коварной болезнью, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. В конце недели Республиканская больница номер 2 проведет диагностику желающих. Ну а как защититься от инсульта и с чем связано его появление у молодых, расскажет Сырглана Федорова. Курильщики – люди со скачками давления и диабетики в группе риска по инсультам. Инсульт сегодня занимает второе место в списке причин смерти после инфаркта миокарда. Однако большинство инсультов можно предотвратить. Помощь при инсульте должна быть оказана в первые часы появления симптомов. Если человек не может поднять одинаково две руки, не может симметрично улыбнуться, не может ответить на вопрос, как его зовут, или отвечает невнятно, у него инсульт. Эти симптомы возникают из подвала, вдруг, внезапно. Это может быть под утро, когда это ишемический инсульт. Это может быть на фоне физической нагрузки, когда это кровоизлияние в головной мозг. Поэтому хотя бы вот эти основные симптомы люди должны знать. Ежегодно в республике регистрируется более полторы тысячи больных инсультом. При этом следует отметить, что если раньше это заболевание было характерно для лиц пожилого возраста, то в последнее время инсульт встречается и в молодом возрасте. Инсульт, к сожалению, молодеет, потому что все-таки у нас, скажем так, неважно, экология, очень много погрешностей в питании, да, кушают жареное, соленое. Нужно просто немножко исключить соль из питания, и тогда давление, можно сказать, что будет почти нормальным. 30-летний Прокопий проходит реабилитацию после онемения пальцев левой руки. Я в неврологическом отделении уже 16 октября, вот, прохожу все профилактики, сейчас назначили физиотерапию. Ну, через две недели, наверное, все, уйду. У молодых людей причинами инсульта часто бывают заболевания сердца, бактериальные эндокардиты, заболевания крови, тромбофилия. Часто в отделение поступают больные с приступом гипертонии. Население очень плохо лечит давление. Нужно постоянно ходить к своему терапевту участковому, наблюдаться, приобрести тонометр дома и аккуратно пить препараты, чтобы не было острого нарушения мозгового кровообращения. Больному, перенесшему инсульт, необходимы повторные курсы реабилитационной терапии. Тщательное обследование позволяет скорректировать проводимую терапию, что значительно снижает вероятность возникновения повторных инсультов. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.